Дорогие друзья, мы находимся сейчас в городе Вышгороде на площади Строкова. У меня за спиной находится памятник Святославу и Малуши, а также Владимиру и Рагнеди. Это не только город энергетика в 60-х годах, а также резиденция в Едине Ольге. Мы с вами в центре сучасного міста Вышгород. Площа Шевченка, одночасная адміністрация, интересный армайданчик и доминантная площадка, памятник Борису и Глебу, который является небесными защитниками Вышгорода. Это может быть и сложное для вас. Я старалась своих братьев-гидей, своих коллег, я хоть дилувати. Скажите, пожалуйста, який вы знаете, самый первый штучный материал, который вынешла человек? Дорогие мои друзья, дорогие туристы, сегодня мы с вами находимся на берегу Киевского моря. Огромного Киевского водохранилища, которое прозвали морем. Потому что оно и есть, наверное, море. Потому что длина его более 100 километров, а ширина от 3 до 12. И в некоторых местах, соответственно, мы с вами не видим берегов. А это и есть признак моря. Наслаждаемся его красотой, его просторами. И любим жизнь. Эта операция была в 171 году. Константинопольской церковью они были канонизированы в 172 году. А сейчас мы с вами стоим на Вишкородских схилах. Сегодня краеведы совсем не такие, как были за княжих часах. Однако мы можем уявить, что именно здесь стояло княже-городище. Здесь был дитинец. И здесь эти князи смотрели на Днепро. Видели прихида ладьи, возможно, прихида самого князя Киева. Видели эти горы. Здесь также позже, в XI, XII, XIII столетии, уже был и дитинец, и окольный посад. И здесь справились тризни и требы. Потому что могильник поблизу Вишкорода тоже найден. Сегодняшний горизонт – это плит XX столетия. Однако все равно высота этих горыгий позволяет уявить, какими они были больше, чем 1000 лет назад. Субтитры сделал DimaTorzok